коллеги мы начинаем проверим микрофон есть сейчас я лампочку зажег ну вам слышно как это микрофон я могу у меня голос такой что на большую аудиторию привык работать а для записи как вы хотите не менее у меня есть но я честно говоря не хочу ну давайте тогда придется садиться хотя я не привык я вообще никогда лекции не читаю сидя этого не понимаю хорошо тогда я с вашего позволения начинаю добрый день еще раз уважаемые коллеги я благодарю организаторов за приглашение на эту встречу и я здесь представляю сейчас технологию и образовательную структуру которую я создал уже почти 20 лет назад и в 2000 году мы официально зарегистрировались как академии модерн трис в берлине коллеги кто знает трис в принципе есть уже потенциал есть спасибо большое буквально очень коротко сразу трис и модерн трис значит если вот знаете трис это теория решения изобретательских задач незаменима великолепно фундаментально все это буду показывать но для обучения именно для обучения я много публиковал работ где говорил коллеги обучающие других основам трис нужно менять что-то в вашем стиле вашей технологии переходить от фольклорного метода то есть от рассказа истории так далее даже если это success stories нет проблем но нужна технология нужна методика обучения нужны такие примеры и такие модели которые бы обучали быстро понятно эффективно с возможностью проверить и в конце концов это должен быть некий образовательный стандарт по крайней мере в рамках вот определенной технологии определенной концепции вот об этом пойдет речь итак дистанционная технология да ну а основной бизнес в отличие от open resources это у нас конечно дистанционная технология 7 лет глобально нормально продается курс на русском английском и немецком более того два года назад мы приняли решение что русское направление явно нужно выделять в отдельный портал в отдельное вообще поддерживаемые такой тьютерами направление и два года назад мы открыли ресурс global russian академии от modern trees только на русскоязычный глобус нацелен это существенно потом мы поняли что английская нормально а китайский тоже будем делать отдельно ресурс все спасибо русский работает даже в глобальном масштабе global russian академии итак очень коротко по обычно известные вещи но все-таки для знакомства посмотрим итак в кое-то веке основной что ли потенциал основное могущество определялась природными ресурсами для россии это и до сих пор актуально но и для многих тоже затем недвижимость определяла так сказать богатство капитал куда можно было вложить энергия 100 лет минимум доминирующий такой двигатель как здесь говорили пуш-пул вот пуш и пул вместе значит вот на рубеже этого тысячелетия мы знаем все прекрасно понимаем что конечно знания очень существенно определяют тренды тенденции и результаты доминирования социумов доминирования государств компаний особенно в глобальном масштабе совершенно понятно хорошо ну а дальше что дальше как раз футуристы и трис примкнувший в этом эпизоде к футуристам говорит что дальше это управление развитием систем хотя этому дальше это минимум 30 лет даже в тех структурах которые еще были в советском союзе ну а что такое управление развитием систем вот а каковы вот как бы первые продукты в этом это прогнозирование и изобретение вот этого самого будущего значит лнк один из отцов основоположников объектного проектирования объектного программирования объектного проектирования сказал очень четко в семьдесят втором году заметьте лучший способ предсказать будущее это изобрести его трис коротко это теория решения изобретательских задач вот китайская версия прочитать не могу но поскольку я почти два с половиной года проработал в китае до этого в корее то вот я точно знаю что это написано трис теории решения изобретательских задач вот мой семинар один из семинаров в китае тысяча участников в зале десятки предприятий двухдневный семинар на завтра мы делаем сертификационный такой результирующий опрос ни одной методической ошибки это важно есть ошибки там содержатель ничего что такое но метод наш обучение которое буду сегодня показывать нет методических ошибок вот это наша была мечта мне кажется она в значительной мере осуществилась вот об экзамене я уже сказал поскольку время ограниченное прошу прощения за темп темп будет быстрый вот примеры так называемых трис компаний то есть те кто уже по десять по пятнадцать лет и это не не все это примерно треть того что я вот то есть это те компании которые у всех более-менее на слуху вообще пионерами здесь были дженерал моторс митсубиши мотеррола форд джилетт боктер гэмбл тоже боинг интелл это позднее им примерно по 5 по 7 лет с тризом работают вот информация публикация в журнале forbes где можно посмотреть кто миллиардер откуда сколько у него есть опубликовал в этом году удивительную статью 3 марта вот mike samsung such an innovative company так и вот в этой статье они первое показали то что мы знали samsung это глобальный лидер в трис второе ответ на вот этот предыдущий вопрос что это делает это русские специалисты приехавшие в конце девяностых по приглашению самсунга так и в начале вот двухтысячных создавшие колоссальный интеллектуальный потенциал и колоссальный дополнительный прорыв для самсунга понимаете я поименно знаю этих людей пример начала только их работы 2003 год 50 патентов сразу делает группа из трех человек мгновенно так и только один один проект даже вот здесь показан других данных вы уже больше не найдете их нету закрыты на одном проекте для dvd экономический эффект 100 миллионов долларов трис делает конкретный человек и три корейца при нем все после этого за минувшие годы обучены порядка семи тысяч человек я работал в головном центре samsung мой учебник был номер два да и вот здесь 3 сейчас обязательная дисциплина для каждого продвинутого специалиста самсунга это очень тоже важный аспект вот эта книга которая была издана издательством шпрингер в нью-йорке в 2003 году к 2000 2005 шестому году стала на самсунге одним из двух обязательных учебников вот вот здесь вот как раз группы каких-то студентов которых я отснял успел дальше трис преподается края инвеншин эдюкэшн центр д джон обязательная дисциплина для до центр обучения изобретательству корейский национальный центр вот так вот там выглядит трис и их-то много стендов там аль шулер и учат на страшно простых вещах вообще говоря мы тоже на очень простых вещах это очень важно нужно научить методу а не важно на чем учиться покажите метод поэтому три за идет в корее превосходнейшим образом вот так для шутки здесь инженер очень известный энтузиаст эмир роджер пытается научить пингвинов здесь внизу если вы еще можете а да есть в сайт рис хотя вот этот материал взят у меня из великолепной статьи спутник калашников трис в журнале изобретатели рационализатор 2007 год и я когда показываю это в америке в германии и и всем вот читаю это на английском все понимают и сразу хохочут ага спутник ну понятно калашников понятно трис немножко начинает сомневаться я говорю будет 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 все будет нормально вот эти три слова будут известны всем теперь к делу изобретательская проблема вот обо чем дело что это такое показываю два листа это стекло толщина листа 0,8 миллиметра вы не можете взять этот лист рук он ломается мгновенно на нижнем листе наносится поля жидких кристаллов по одной из технологий не все таковы это верхний лист у него снизу эпоксидный клей надо чтобы эти два листа совместить в вакууме и получится мониторчик вот этот вот мониторчик потом что-то будет разрезаны и так далее так вот нижний лист укладывается на нижнюю платформу огромная металлическая платформа вообще все занимает почти как эту комнату верхний лист робот 100 пальцев 100 наберет присоски переворачивать и под верхнюю платформу здесь вакуумные присоски и они весь этот лист равномерно притягивают присасывают после чего вся эта конструкция движется вниз движется слава богу то брюки превращаются нет вроде все пошло нормально получается вот такая вот моноблочная конструкция которая потом вот здесь разрежется где здесь проблемы проблемы сейчас начнутся для того чтобы избежать здесь появление каких-то вредных примесей нужен глубокий вакуум как только мы хотим получить более глубокий вакуум в этой камере вот этот вакуум перестает работать нет разницы давлений не чем держать лист три года 30 человек нет решения приглашают нас две недели 20 решений примерно 5 патентоспособных которые я пожизненно не имею права показывать что это только один я опубликовал в книге с их разрешения вот и все а те еще сильнее вот и вам разница что такое трис дальше очень важный момент вы не думаете что это я один все сделал обязательно в консультациях с их инженерами я же не могу все знать первых примерно 5 6 решений у нас были вообще неправильные неправильные мы не все понимали и нам не все говорят скрывает информацию это классическая ситуация короче вакуум держать не может значит нужно что-то делать вот задача у них было сделано и хорошее решение электростатика она очень дорогое дальше вот еще одна задача решение этой задачи было опубликовано в очень известном журнале der spiegel зеркалом 2005 году здесь я пока показываю проблему и так там было стекло да нужно держать вакууме и ничем нет ресурса нет поля шпигель вот известная конструкция или за хорошо во первых хорошо то что она вообще появилась благодаря эти три стержня которые должны вытягивать ногу они все-таки сложны в регулировке требуется мастерство второе очень больно поскольку вот эти вот штыри которые упираются в кость так это очень болезненно для пациента вот постановка задачи что нужно сделать это так называемое генеральное противоречие или классическое административное есть проблема надо придумать метода нет ресурсов нет непонятно что делать вот так это выглядит но это проблема правило дальше пошли вот еще один пример это китай вот кораблик здесь титан титаник так для вот иллюстрации нарисован а теперь о проблеме стол сварочный сварка два листа но дело в том что это бортовая сталь 3 сантиметра специальная сталь и размер этих листов восемь на восемь метров нужно собрать их поднять перевернуть и сварить обязательно со второй стороны пока это было восемь на восемь они это делали как только потребовалось 18 перейти ни много ни мало к 20 метрам вот этот электромагнитный кран который бережно брал вот эту платформу значит поднимал на платформе листы вставил на ребрышко потом перетаскивал и потом укладывал эта задача не могла решаться от 3 до 5 сантиметров толщины лист он совершенно свободно как обычный лист бумаги себя ведет а его нужно очень аккуратно перенести потому что лопается шов вот задача и так нужно переносить нужно сделать нужно поднять нужно перевернуть ресурсов нет задача не решается конечно мы ее решили безусловно причем решили очень интересно был совет руководства и я сделал просто презентацию примерно 30 минут дама генеральный директор ну я скажу это хуавей компания только их машиностроительное отделение хуавей у всех на слуху электроника телефон и так далее но это это корабельная часть генеральный директор она бывший сварщик сварщица получила образование возглавила этот концерн вскакивает и говорит а я знаю решение по вашему методу и показывает его вот только принцип молодец вот что значит нормальный креативный человек но она поняла куда это идет и она прямо на семинаре дальше на семинаре вот там где было 1000 человек два человека сразу поработали сертифицировались и один из них когда вышел рассказать о своем задании он был вторым по счету играть вы знаете я просто никогда не думал что это может такое быть я здесь усовершенствовал свой собственный патент и так вот проблема непонятно что делать с этим листом вот теперь это можно все обобщить в чем дело сложно то есть здесь и сейчас возникает стрессовая ситуация когда мы не можем решить задачу не может решить специалист не говоря уже о человеке который приходит со стороны то есть вот эта группа инженеров она работает в своем стереотипе она работает своей культуре она работает в своем в своей структуре менеджмента менеджмент давит в сроках проектные сроки так давят а они не могут с этим заданием справиться сложно отлично может это мы сами придумали нет мы говорим и не только мы сейчас увидим вещи становятся сложнее мобильник вам первый пример там столько функций которые вы никогда не используете там их полно но маркетинг требует кое-чего в этом стиле технологии само собой сложные но и социальные процессы проще не становится и вот два года назад IBM провела опрос 1500 чейф-экзекутив офиса то есть первых лиц компаний 1500 человек и сделала вывод что проблема компаний это растущая сложность всего вопрос ну раз это так происходит тут патрис кстати тоже а как сделать так чтобы чтобы эта сложность на нас работала то есть вредное действие вредный эффект сделать позитивным первое во первых нужно понять что сложность растет второе нужно понять причины то есть тенденции в чем там дело об этом мы тоже будем говорить по крайней мере сейчас пока констатации и они сформулировали это IBM я ссылаюсь говорят креативный сейчас становится более важным чем аналитический аспект потому что еще раз сложность растет предприятия не готовы к борьбе со сложностью все и начинается кто-то случайно умирает и креатив это то что абсолютно необходимо и не просто брейнсторминг забудьте это слово есть другие методы натриз это вершина это абсолютно уникальная структура и IBM говорит креатив везде включая стратегическое планирование и мышление дальше вот статистика из отзывов креативити было поставлено на первое место с весом в 60% вот дальше специфика интеграции глобальное мышление это отдельно вот резюме которое делает IBM я уже об этом говорил еще очень важно глобальное мышление то есть видение в очень большой перспективе в большой оригинальной перспективе и вот здесь их вывод креативность обязательно для преодоления сложности для этого они говорят что нужно креативное лидерство креативное руководство готовить пересматривать нужно пересмотреть технологическую изобретательность об этом я сейчас тоже скажу и отношения с пользователями это понятно это рыночные вещи это классика рынка вот об этом я хочу сказать я проанализировал в свое время ну примерно 8 лет назад инновации за 50 лет в компании Opel и я опубликовал это у вас это все есть 80% колоссального экономического эффекта на этих предприятиях приносит хорошо организованная система то что мы когда-то в Советском Союзе называли рационализаторство и изобретательство великолепно работает поверьте мне значит мой постер висит на volkswagen там в курилках назовем это так то есть рекреационная зона он уже затер до дыр вот и тут же рядом на volkswagen висит стенд точно как у нас сколько прогулов сколько необоснованных так сказать якобы по болезни какая бригада впереди это сегодня кто лидирует без дефектности и так далее и так далее и так далее все это существует вот ТРИС хорошо работает на технологических улучшениях однозначно работает и мы на самсунге все это делали и прекрасно проходило то есть мы и в лего играли и ТРИС сделали все было отлично итак сегодня ответ наш конечно модерн ТРИС как технология и как подход не просто корпоративный не просто такой какой-то индивидуальный коммерческий но это будущий государственный подход тем более для России который это необходимо завоевывать теперь еще раз о возникновении о причинах возникновения сложности а первая часть и вообще вот то что здесь будет достаточно банально применение систем как требования растут ну хорошо понятно дальше технологии развиваются вот мы уже до нано добрались еще что-то такое но вот сейчас будет пуш-пул технологии создают новые возможности и рынок сегодня диктуется не вот отсюда а вот отсюда Apple сегодня диктует нам что покупать она создает моду она формирует рынок это очень важно с ней сражается Samsung и так далее хотя Nokia уже куда-то отошла еще кто-то отошел Motorola тем более так вот вместе вот вам вот вам пуш вот вам пул но все вот это вместе это ведет к технологической и к управленческой сложности вот мы можем давайте вот продвинем а они говорят вот это нам надо тоже то есть и там и там но это сложность и теперь что происходит если мы нормально проектируем инновационно вот результат будет вот такой то есть то что мы хотим рост эффективности экспансия на рынке так хотя бы не доминирование но устойчивое экономическое положение вот это важно ну а негативный результат очень прост вытеснение с рынка потери на рынке потери эффективности ну и вообще исчезновение компаний полно в Германии 10 тысяч компаний в год умирает вот и всего лишь но столько же и создается теперь по существу мы говорим задача если достаточно информации информация достоверна знаем как решать но задача есть надо поработать чтобы получить результат отлично а теперь где же проблема а вот они начинаются четыре этих аспекта задача с ростом сложности переходит в проблему мы ее так будем называть не хватает информации непонятно что с ней делать но вот обычно хуже всего метод решения неизвестен то есть а как ее решить ресурс ресурс один из главных ресурсов фундаментальных ресурсов вам понятен это время вот это проблема менеджеров это их инфаркт и все что угодно неопределенность и риск он должен уметь прогнозировать мы только что об этом сказали но это нужно делать систематически это нужно делать обоснованно трис позволит это делать скользящим режиме и постоянно отслеживать перспективы вот это проблема разработчиков проектировщиков то есть а как сделать а теперь очень простой маленький практикум вот это вот 3 на 5 все мы знаем чем это кончается да прямо автоматически из подсознания вылетает а теперь я вам даю 10 секунд давайте перемножьте вот два вот этих вот числа в уме 10 секунд считать даже не буду кто знает метод кто-нибудь есть нет спасибо я тоже не знаю на самом деле вот ответ но 10 секунд вот я просто хотел сказать за 10 секунд мы не можем это сделать мы не обучены на самом деле для трехзначных цифр никаких проблем нету есть методы но мы их не знаем вот и все для нас метод неизвестен но существует но неизвестен трис известен или так трис существует но тоже недостаточно известен вот и весь ответ ресурс время классический ограничитель это в проектах время 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 вообще кто первый а кто не успел как известно опоздал а еще хуже проиграл почему мы не можем решить за такой короткий срок кроме всего прочего кроме всего прочего а потому что у нас есть наработанные в нашем менталитете в нашей привычке барьеры вот он познавательный ну это просто здесь никому не обидно ну не хватает знаний ну ничего не поделаешь никто не может знать все здесь все нормально вот здесь уже похуже дело можно и обидеться если я скажу что никто из нас не был обучен специально думать особенно в экстремальных ситуациях в конфликтных ситуациях так в ситуациях требующих креативного решения мы просто не обучили только что говорили о том что нужен метод и психологический аспект вот три этих аспекта то есть мотивация настроение и много чего другого как мы пытаемся решить задачу ну понятно на основе профессиональных знаний мы пытаемся сделать один проход один скачок все нормально но если не получается то что тогда тогда мы начинаем искать какое то такое обходное ну креативное решение вот оно так если же мы здесь не обучены то и начинаются наши проблемы а дальше ну понятно кто-то более настойчивый добьется как Эдисон да кто-то менее настойчивый еще что-то значит мы не можем ему помочь в обычной практике все это соответствует вот этим трем метафорическим вещам но за ними стоят очень глубокие вещи а именно знания навыки skills и то есть мотивация Трест прежде всего работает вот здесь то есть дает мощную инструментальную платформу систематического решения сложных и разумеется простых задач мы говорим о сложных как о что ли таком желаемом особенном где действительно сложно Трест очень здорово помогает структурировать ваше обычное профессиональное знание и очень здорово помогает на психологическом уровне потому что если я обучен Трест я вооружен раз вооружен я спокоен я знаю что я решу задачу если я не решил я своему менеджеру совершенно точно скажу вот вот и вот не потому что я так просто скажу да она не решается никто не решает классическая ситуация на компании везде Германия Корея никто не знает этого никто этого не решит нам никто не поможет да ну его неправда это Трезовский подготовленный инженер он нормально говорит вот такого ресурса не хватает вот такой дефицит нам нужен а вот здесь вообще все кончилось потому что нужны новые научные знания это граница Трез если нужны скажем исследования материалов исследования поведения системы и так далее и так вот уважаемый основатель Трез Генрих Саулович Альшулер к сожалению долго я не могу говорить он разработал методологии это фантастическая личность он еще недооценен во всей степени как и Трез недостаточно еще теория недостаточно структурирован недостаточно изучен но я поражаюсь как 25-летний скажем молодой человек схватил колоссальную философскую сущность креативного мышления что это такое и мы это посмотрим сегодня что же это такое на самом деле потому что после моих семинаров в Корее когда уже люди по 5-7 лет работали с Трезом приходили ко мне проходили семинар профессора и говорили господи спасибо тебе что ты хоть нам сейчас объяснил мы сейчас кажется начали понимать что такое Трез на самом деле и так очень важным инструментом является сплошная методика от анализа до решения задачи так называемый алгоритм далее конструкты противоречия вот что это такое почему это лежит в основе проблемы оперативная зона проблема живет именно в оперативной зоне инструменты для трансформации систем они имеют разные названия попроще посложнее но они есть это целая система инструментов очень важный раздел закономерности развития систем вот если вы работаете вот с этим вот тут начинается прогнозирование развития систем не просто так знаете посмотрели в потолок давайте вот сделаем что так есть закономерности эволюции предварительной истории актуального состояния ближайшего будущего дальнейшего будущего отсюда очень существенно с огромной вероятностью прогноз достоверный почему да потому что системы развиваются по очень близким законам но мы их не знаем я говорил метод неизвестен вот неизвестен так надо учить и применять когда он уже есть и усовершенствовать конечно в ТРИС есть собственные психологические процедуры очень простые очень эффективные и сегодняшний ТРИС как мы это говорим модерн ТРИС обязательно движется в направлении интеграции психологической поддержкой с пониманием гармонии пониманием красоты технического решения социального решения так естественно понимание социальной значимости но в эволюции тоже в движении это очень важно у нас отдельный раздел как создается доминанта вправо полушарное что это на чем она делается и цветовые решения и пространственные решения и другие вообще эстетические вещи и так на сегодняшний день ТРИС высокоэффективный направленный поиск незаменим для решения вот этих сложных нестандартных задач нет альтернативы мне реклама не нужна я работаю на рынке я там стою так там все нормально я за прилавками мои огурцы уже лежат покупайте так я просто говорю коллегам он незаменим незаменим хотите терять ресурсы продолжайте терять ресурсы хотите терять темпы нет проблем это ваше дело ваше ответственность хотите изучить вперед у нас уже есть метод мы учим и только мы есть курсы в интернете это не то ваше остальное пропустил вот кратенькая история то есть были разработаны ряд алгоритмов были разработаны специфические системы приемов все из практики все из анализа десятков тысяч реальных изобретений было стало вот инженерный переход вот креативный переход вот это начал от шулер и он это превосходно разработал до сих пор многие таблицы мы используем до сих пор к 85 году примерно сформировалась такая классическая стадия мы начали работать где-то на границе 80-90 первая статья 56 год журнал вопросы психологии первая книга 61 год и так далее и так далее вот здесь как только случилась катастрофа с нашим государством трагическая катастрофа вот с этого момента много людей уехало всем нужно было жить и так далее вот тогда ТРИС очень сильно пошел в мировом пространстве сегодня это уже ТРИС для детей ТРИС для искусства в очень широком ТРИС и в общем и специальном образовании для педагогов для студентов то есть огромная такая что ли охвачена сфера вот первая книжечка у меня она 63-го года так как научиться изобретать изумительная книга в ней была схвачена вот концепция ТРИС это изучение из опыта это структурирование опыта это аккумулирование опыта превращение его в инструмент и совершенствование этого инструмента то есть там диалектика работает по полной вот вам спираль вот вам восхождение вот вам инструментарий и так далее и так далее дальше в целом на сегодня мы говорим вы уже это видели немножко значит каждый должен знать креативные знания прикладные креативные желательно психологические и так далее и вот как и где мы можем это получить так вот основной метод это учиться на опыте ну а как вот как это делаем мы смотрите сначала по концепции и так проблемы начинаются когда есть противоречия вот есть конфликт надо улучшить вы видели надо перетаскивать но нет ресурса вот очень коротко уже проблема дальше для того чтобы понять проблему вот нужно уметь сформулировать противоречия но этому нужно научиться читайте курс изучайте дальше чтобы избавиться от проблемы от нее принципиально невозможно избавиться если не убита противоречия то есть если не уничтожен вот этот вот носитель сложности провоканты провоцент то есть кто-то продуцирует эту сложность понимаете ее нужно убрать решить противоречия решили противоречия решили проблему в трезе было найдено что всего в основном классические три типа только противоречий невероятно Миллионы патентов, миллионы проблем. Три типа противоречий. Все. И под них есть в очень большой степени, не панацея, но в очень большой степени эффективные подходы. А как именно этот тип противоречий решить? А как этот? А как вот этот? Это очень важно. Это он сделал. Понимаете? Плюс вот эти модели и стратегия. Стратегия тактик. Вот такая структура. Что происходит? Как нужно решать, что их не так много? Прекрасно. Это было просто научное открытие де-факто, что могут быть модели и можно управлять их применением этих моделей. Два основных метода, которые мы наработали годами для обучения, это такие экстрагирования. То есть, ну а как вытащить из решения? Что это такое? Ну а потом, как моделировать решение? Мы стали учить, потому что разработали не только на патентах, а на любом артефакте. Вот указку. Смотрите конфликт. Радикальный конфликт. Чтобы работать с этой указкой, ну во-первых так, возьмем деревянную указку. Вот представьте, что это деревянная указка. Работать можно? Да. А вот в карманчик вы можете эту деревянную указку положить? Нет. Вот изобретение. Смотрите, это новое поколение. От деревянной указки было. Пришли вот к этой. Стало. Какое разрешено противоречие? Радикальное. Для того, чтобы работать, она должна быть длинной. Для того, чтобы носить, она должна быть короткой. Старой деревянной конструкции принципиальный ресурс отсутствует. Поэтому потребовалось внести изменения. Что здесь, мы посмотрим чуть попозже. Какие модели креативные. Поэтому вот этот переход, о котором я вам только что рассказал на указке. Вот он. Была деревянная указка. Теперь вот такая. Техническое решение. Понятно, да? Трубочки, металл сделали. Все хорошо. Это техническое. А нас интересует, а какие креативные модели здесь есть? Они вообще есть тут или нет? Это вообще что это такое? Вот это блеф, кто-то что-то придумал. Или это объективное, нераскрытое, неразработанное, не структурированное знание. Зачатки, которые вот это структурировано, сделаны в ТРИС. И очень успешные. Самсунг тому доказательство. Креативные модели. Потом мы учим, как вытаскивать противоречия. Отдельно живут. Конечно, в прототипе. Здесь уже их нет. Идеальный результат. А он здесь есть. Вот он идеальный. И носить, и работать. Вот это все три основные важнейшие концепта. Противоречие, как модель проблемы. Идеальный результат, к которой стремится новая конструкция. И совокупность креативных моделей, которые для обучения были извлечены из существующих объектов, как вот модель этого перехода, стоящая за техническим решением, в глубине. Таким образом, эти модели извлекаются. Три противоречия. Генеральное я вам уже говорил. Вот надо перетаскивать лист. А что делать, непонятно. Здесь один фактор улучшается. Очень часто. Повышаем, попытаемся повысить скорость на операции, падает точность. Такая почти классическая парадигма. Два разных фактора. Это очень важно. И радикальный, вот как здесь. Быть длинным для работы, быть коротким для ношения и так далее. Это радикально. Это очень сложно. Самое главное такое противоречие, что ли. Вот здесь противоречия, смотрите. Вот я их просто быстро пропущу. Стоп, стоп, прошу прощения. Сработал очень далеко. Нет ресурса, который бы позволил держать под этой площадью. Это оперативная зона. Она именно вот здесь. Здесь еще оперативное время, ресурсы, идеальный результат. То есть надо держать. То есть мы видим конфликт между площадью, почти 2 метра на 2, и вес. Объект этот имеет вес. Он падает. Однако с помощью формальных факторов, мы переводим в так называемые 17-32, мы получим рекомендации. И мы потом увидим, как они будут применяться. Таким образом, вот так структурируются задачи. Из нее вытаскивается потом решение. Вот какие модели. Здесь очень коротко я прохожу. Специализированные, стандартные, фундаментальные и так далее. Сейчас мы их увидим. Вот одна из моделей. Труба. Я еще помню, как на Большом театре я эти трубы здесь наблюдал, фотографировал. Должна быть длинной для работы, короткой для транспортировки. Кран. Понятно, да? Два состояния. Вот очень люблю такой шоколад. Если вот эта игрушечка отсюда извлечена из этой капсулы и собрана, назад вы уже ее не вложите. Вопрос. Что объединяет все эти модели? Какой-то один термин, какой-то креативный термин. Для выигрыша времени я скажу, что в ТРИС и во всем мире используется Нестер Тау или матрешка. Русская матрешка пошла по всему миру. Все знают слово матрешка. Именно и в том числе через ТРИС тоже. Вот здесь. Вот она вам. Матрешка. Это матрешка. Вот динамизация, вот асимметрия, поскольку параметр меняется слева направо и так далее. Ну, плюс смена материала. Это отдельный навигатор для этого есть. Здесь вот решение. Смотрите, как оно было сделано. Под стеклышком, на стеклышко, снизу, нанесена тоненькая термомагнитная пленка. А вот здесь выбросили весь вакуум и стоят тонкопленочные магниты. Много. И получается, что когда я включаю, они тянут вверх эту пленочку и это стекло лежит как на ладони. Понятно, да? Вот техническое решение. А теперь посмотрим, какие здесь креативные модели присутствуют за техническим решением. Вот я, правда, не спросил, пленочка вот так наносится, хотел спросить вас. Смотрите, пока попроще. Посредний. Пленочка посредний. Она играет функцию посредника. Руки. Она помогает. Копирование. Она размещена в технологической зоне. Здесь пройдет разрез. Это все выбросится. Раз выбросится, значит, это дешевая недолговечность. Дорогие устройства, которые раньше были, они дорогие. А теперь мы поставили пленочку, она недорогая, но она пропадает, она недолговечная. Вот что сделано. Но результат, посмотрите, какой. Вот наших решений только на этой базовой модели. Почти миллион долларов на одной машине. То есть обе платформы заменены, они по 450 тысяч долларов. Одна платформа была. Стоимость всего того, что здесь управлялась. Но и при этом еще заказчик выигрывает за 5 лет 1 миллион долларов экономии на электроэнергии. Что это значит? Значит, вот эти денежки остаются у меня в кармане, я производитель. А вот я не показываю это нигде. А вот это я на рынке, в рекламе закладываю. Ребята, покупайте эту машину, вы выиграете за 5 лет 1 миллион долларов. Они покупают ее по той же цене. А вот эту разницу предприятие теперь выиграло. Кладется ее в карман. Вот экономическая эффективность такого сорта решений. Более 20 решений мы сделали. Так, вот законы развития. Очень коротко просто показываю некоторые названия. Совершенствую структуру процессов. За ними стоит объяснение, что это. И примеры. То есть, дальше. Вот развитие. Скажем, прежде всего идет, конечно, и в свертывании, и в развитии функций. Причем интересно, шло свертывание, свертывание, свертывание. Вот такие модели. И вдруг, как только появился экран, возникло общение через визуальный контакт, то и клавиатура пошла сюда, и много чего, и видео, и что хотите. То есть, немножечко экран опять начал расти. Получилась спираль. Вот здесь это тоже показано, какие законы работают. Работают свертывание в рабочий орган. Это в экран, в частности, всего, что туда. И опережающее развитие идет в любой системе рабочего органа, в данном случае это экран. Ну и плюс, аудио часть. Здесь вот тоже клавиатура показана. Она вся на экране работает. Вам это хорошо известно. Здесь свертывание, мы говорим, рабочий орган. Вот это вот измечатель. Теперь он может быть маленький, вставлен сюда. Переход на микроуровень. Чрезвычайно важно. Ну, поскольку для нанотехнологий, то совершенно понятно. Современный тренд, это развитие всевозможных умных материалов. Мы занимались рядом вопросов, вот даже из этого перечня. И действительно, присадки, добавки, все что угодно. Далее, ну, это вот получение новых источников питания. Это вы все прекрасно знаете. Но у них очень важный элемент, это мембраны, которые осуществляют разделение кислорода и водорода. В частности, вот было предложено, вот механическая конструкция, и она работала, да, на пучке ионов. Создавались такие от 5 до 50, от 50 нанометров до 5 микрон. От 1000 нанометров. Поры регулярные, очень дорого, очень агрессивные среды. Мы изучаем вот такой метод. Мы изучаем, он уже был сделан. Мы можем его сравнить и посмотреть, что здесь произошло. Всего-навсего, раствор поваренной соли, и в нем взрывы организуются, назовем их так. И они создают такие же поры. А очистка идет дистиллированной водой. Вот отсюда мы можем извлечь всю трис. Вот из этих вот двух примеров. Сравнить было, стало. И здесь будет лежать почти весь трис. Вот этим мы занимаемся. Вот примеры отсюда. Ну, вот отброс регенерации частей. Понятно, что здесь нужно восстанавливать. Частичное или избыточное действие? Взрыв-то вроде как, зачем такая страшная вещь, как взрыв? Это избыточное действие, но оно дает нужный эффект. Легче, чем мы получали вот здесь. Ну и так далее. Дальше. Есть универсальные трансформации. Основные это аналогия самоорганизации. И учиться нужно и можно у природы. В Трезе это особый такой что ли тренд сейчас. В университете БАС в Англии создана русская семейная пара. Создана биотрис, то есть бионическая трис. Мощно развивается направление сейчас. Востребовано колоссально в инжиниринге, в медицине. Дальше. Ну аналогий очень много. В макро, в нано. То есть можно ходить от наномира к макромиру. Вот простейший пример. После заэкономии времени. Это ФАР. По-русски будем говорить фулю. Он когда-то придумал вот такие конструкции. Это и надувные оболочки, и жесткие оболочки. Видите, геоксагональная такая, что ли, сотовая конструкция. Вот здесь вот выставочный павильон США в Москве был в 59-м году. Построен вот таким образом. Вот Никита Сергеевич его посетил. Дальше. И в то же время вот павильон, который я очень люблю и бываю там недостаточно часто. Во Флориде, в Орландо. Это Walt Disney Park. Огромный, ну не знаю, так в сумме где-то этажей, видимо, где-то 12-15 закрытый павильон. И там по спирали вы летаете в таком вагончике и смотрите историю изобретений цивилизации. Это павильон полностью много лет оплачен и спонсируется компанией Сименс. И когда вы входите туда, вы читаете проект будущего. Изобретение инвентив, изобретение чудес будущего. И вот сразу любой ребенок смотрит, говорит, здорово, там он увидит будущее. Там он увидит еще историю. Там же Сименс напоминает, что все мы на одном корабле. Это Spaceship Earth. И этот термин принадлежит Ричарду Бакмансеру Фуллеру. И в то же время вот в честь Фуллера назван вот этот Фуллерен, как одна из структур углерода. Дальше. Ну понятно, что вот мы можем эти структуры изучать, потом превращать их. Использовать отсюда геометрические эффекты. Эффекты, ну, как сказать, к сопроматии. То есть как материал себя ведет, какой, на каком уровне. Он же меняет свои свойства. Но эта вот общность просматривается. Это тоже можно учить. Это тоже нужно знать и видеть эту общность. Дальше. Чисто бионические принципы. Вот посмотрите, какая штука. Один из профессоров, который уехал в Израиль. Он сейчас работает очень много здесь в России. И говорит, я для России буду делать все, что только можно. Он изучил вот эти штучки и построил перекрытие на новой земле для ядерного полигона. Строил вот на таких бионических принципах, используя структуру панцирей. Дальше. Вот бионический атрис. Это Германия. Я консультировал эту фирму. Они делают такие вещи. Это металл. Гидравлическое давление идет вот изнутри. И мы видим на наших глазах, этот металл самоорганизуется тоже в эти же самые гексагональные ячейки. И что происходит? Вот они баночки консервные сделали с такими. Они страшно устойчивы. Они не бьются, не ломаются, не гнутся. Это в Одессе построен спортивный зал. Он построен с перекрытием вот этой фирмы Мерч. Построен вот такими вот пластинами. Они не вибрируют, они не прогибают ничего. Они страшно устойчивы, очень легкие. В несколько раз облегчается вес конструкции. Вот вам природа, пожалуйста. Так тоже изучается. Вот отдельно высокоскоростной транспорт Юницкого. На мой взгляд, это очень серьезная добавка к тому наземенному транспорту, который мы имеем. Его отличие состоит в том, что вот эти, так сказать, рельсы, это как бы струны. Вот их конструкция. Вместо монолитного рельса натянутые струны в оболочке. Скорость движения рельсовой пары на такой струне может быть даже сверхзвуковой. Энергетика колоссальная, очень мало. Нет отъема земли. Может быть, может идти в тундре. Она сама организуется, она сама себя держит. Так, подтаял грунт, ничего, они все выровняются. Колоссальная вещь. И мы знаем, что если вот эти струны, вот как они здесь, сделаны из новейших наноматериалов, то это вообще будет изумительное сочетание интеграции. То есть вот что мы изучаем. И то, и то, и то. А креативный ТРИС, который сюда заложен автором Юницким, он ТРИС применяет, ну, минимум лет 20. У него десятки патентов, ну, и так далее. Вот это панацея. И для Москвы это решение было бы великолепное. Но он пытается пробить, и как известно, судьба всех больших изобретателей, это еще большой вопрос, как это будет сделано. Но про умные материалы я не говорю даже. Это Голландия. Как они говорят, это моделирование, почему-то не высказал, светлячок. То есть вот, как только вечер наступает, на дороге показано. То ли это гололед, то ли все сухо, то ли нормально. То есть вы видите. Но это экспериментально пока тоже. Итак, приемов много. Их можно вытащить из реальности, из совершенно разных сфер. Геометрических, физико-технических, биологических. Очень важно, да? И чисто креативных. Сделать наоборот, динамизация, асимметрия и так далее. И вот на все это у нас сотни примеров заложены. В софтверах, в учебники, в проведении семинаров. Любой человек, который с этим работает, он видит один и тот же стандарт. Функциональный стандарт и информационный стандарт. То есть структура, формат один и тот же. Это колоссальная организующая структура. После этого мы можем, зная уже ТРИС и обучаясь этому, мы можем теперь построить. Как строится изобретение пока? Вот есть некий артефакт, у него есть проблемы, у него есть противоречия. И надо получить что-то новое. Функционально мы говорим, надо вот это, вот это, вот это. Но вот конфликт. Теперь по ТРИС задача решается так. Строится противоречие. Строится идеал. Под то и под это вы получите три из рекомендаций. Что обычно такого типа конфликты с таким трендом решаются с помощью вот этих моделей, вот этих и вот этих. Вот что важно. Вы будете талантливы, нет проблем. Но посмотрите немножечко в рецептик. Как врач, как диагност. Оказывается, есть предыдущий опыт. История болезни, история борьбы. Возьмите его. Зачем же все проходить только на собственном опыте, это же неразумно, по крайней мере. И когда вы это все видите, вы тогда работаете с техническим решением совершенно иначе. Понятна стратегия, понятен инструментарий, понятен преобразуемый ресурс. Совершенно другая ситуация. И тут вступает в силу весь ваш талант и профессиональный опыт. Пожалуйста, работайте. Как говорила Чулер, ТРИС не заменяет мышление, ТРИС помогает мышлению. Для этого у нас разработан очень простой тоже алгоритм. Всего 4 шага. На первый взгляд, пожалуйста. Да, и первые буквы образуют слово ТРИС. Франк, редукция, интенсив. Запоминается студентами мгновенно, на любом языке. Потому что ТРИС – это интернациональное название, оно везде ТРИС. Дальше. Вот теперь пойдем применять ТРИС. Поговорим о лечении кости, как это было у местной Елизаровской модели. Вот она здесь представлена. Вот на этапе тренд мы все выявили, предъявили претензии. Начали моделировать. Идеальный результат. Ну, конечно, правильная форма нас интересует. Но у нас вот такой конфликт стандартный. Надо вот это, получается вот это. Да еще больно. Под это мы получаем рекомендации из таблиц. Это очень упрощенный рассказ. И вот автор этого решения выбрал модель матрешки. Мы сегодня матрешки говорили, мы матрешку видели. А вот посмотрите решение. Вместо всей внешней конструкции вот сюда в кость оказывается. Вот они профессиональные знания, где сработали. Это же нужно было знать, что вот есть у нас вот эта кость, она здесь полая. И что можно вставить раздвигающийся стержень. Здесь он с радиоуправлением. Предыдущий метод. Два-три месяца. С этим методом. Через три-четыре-пять дней в душ, через две недели максимум на работу. Все, повязочка сверху. И с ним всю жизнь жить. Нет-нет, через месяц это два извлекается. И все. Небольшой надрез. Лично все видел. Смелетиться. Итак, огромные плюсы, отличное решение. Вот автор этого решения, доктор Баор. Это Биттенштейн АГЭ. Это космическая корпорация, которая занимается космической робототехникой. И она занимается медицинской, естественно, побочной вед. Это медицинская аппаратура. Вот это и есть та самая статья Дэк Шпрингер, которую вы видите. Вот они написали про то, что матрешка была применена русская. Название статьи. Армия гномов в голове. Это метод маленьких человечков. В Тризе есть такой. Вот этот изобретатель. А вот его портрет. Этот изобретатель изобрел после моих курсов. Он получил у меня почти на уровне мастера. Закрытая тема. Рука робота в космосе. Но заметьте, когда эта рука робота им разрабатывалась. Он в 2002 году ее привел как закрытое решение. Понимаете, получил сертификат. Через два года с врачами. Он возглавил еще так же, как со стороны инженерного, группу врачей. И они изобрели и запатентовали вот это решение. Так что работает. А другие решения я вам показал. Преимущества Триз. Очень большие. Здесь важно, когда вы на предприятии, в команде работаете. И что и примеры из разных областей. И что обмениваться можно примерами. Стандарт. Вы все друг друга понимаете. Никто не занимается какой-то странной интерпретацией. Вы читайте, что здесь написано. Вот противоречие, вот решение. Вникайте. Стандартный формат. Чрезвычайно важно. Далее. За последние 7 лет здесь в России у меня вышло 5 книг. Они вот здесь представлены. Это книги для студентов, для школьников, для преподавателей, для инженеров и так далее. Это книги, которые у меня вышли в Шпрингере. Вот эта книга, Модерн Триз, вышла в прошлом году. Поэтому мы полностью подготовлены на русском языке, на английском языке. Под все это существует технология, мощная технология дистанционного обучения. Там и игровой компонент, исследовательский компонент, проектный компонент. Там контроль и превращение. Ученик становится учителем для своей группы. Сегодня об этом здесь говорили. Тоже частично. Понимаете? То есть это и социализирует, и обучает правильному поведению. Хэнг Тэнг Тим, то есть как люди себя должны вести. Мы прошли все это на нескольких тысячах специалистов. Это Китай, Корея, глобально и так далее. И мы понимаем уже, что это отработано. Семь лет это на рынке работает. Поэтому здесь нет вопросов, как это работает, что это такое. Это покупается. Это работает. И теперь мы это можем нести в очень широкие слои, организовывать, передавать в университеты, передавать в промышленность, обучать школьников. Мы прошли очень много школьников. Я выполнил несколько европроектов по Размус Мондус, по Темпус. 23 вуза России, Украины и Казахстана у нас прошли за последние три года обучения оттуда специалисты. Дальше. Это мои классы в Техническом университете Берлина. Это только мастер-классы. Со студентами я не работаю. У меня просто на это уже нет никакого времени физически. Учатся на очень простых вещах. Это китайцы очень хорошие мальчики. Вот лампу он тут показал, что в ней креативного. Здесь зонтик, это Иран, раскрыло. Это Малайзия. Сейчас докторскую пишет в Куала-Лумпур. Показывает. Она сделала, значит, раскрыла, что креативного вот в этом такой, ну что ли, ткани для ношения ребенка. По сравнению с другими вариантами, с ручным, с ручным, с ручным и так далее. Велосипед, само собой. Вот эта игра креативная по Де Бона. Она же у Якова Сидоровича мой любимейший человек. Перельман. Я посвятил ему в последней книге несколько страниц, где четко написано, так сказать, сущность. Вот что Перельман для нас сделал. Вот они победили, собрали то, что надо. Очень довольный. Это из Турции парень работает. Это самолет вертикального взлета и посадки мелькнул. Это моя группа. Вообще вот из них вышло очень много интересных ребят. Это вот этот год, март. Учатся так. Я делаю класс два дня. После они уходят на дистанционное обучение. Потом снова встречаемся под шлифовочкой. Но на стенде своем, мы так называем, стрельбище, там все мишеньки стоят. Мы все видим, и они все видят. Мы контролируем их обучение. Ну и потом сертификат защиты работ. Вот здесь идет защита их работ. Это вот команда этого года. Дальше. У меня ребята делают работы на уровень Master of Science. И я работаю как раз в группе. Я читаю курс. Вот этот свой 7 лет уже. Вот уже будет 8-й год. Global Production Engineering для Manufacturing, это общее машиностроение, и Solar Energy, для солнечной энергетики. Очень много интересных работ дают компании. Эти молодые люди их проектируют. Все это применяется. Вот работа этой девочки из Малайзии. Она промоделировала в этой мастерской работе, в Master of Science, развитие современных зеленых технологий. Там и нано, там и макро, все что хотите. Очень интересно. Мы это даем студентам. Они читают, они учатся на ее мастерской работе. Вот исследование автомобильной промышленности. Вот этот мальчик за 13 лет существования этой программы стал номером один. Он вообще во всем имел, ну по-немецки, там единицы. Я этого не знал. Он закончил у меня курсы, вдруг меня поздравляют. Вы знаете, я ваш выпускник на Master of Science. Это номер один за все годы существования нашей программы. Он сам ко мне пришел, попросил пройти курсы и закончил. Моделирование. Какое возможно моделирование? Вот из Индии. Делает 600 изобретений Леменсона. Это американский изобретатель, выдающийся фонд Леменсона сейчас там существует. Колоссальное спонсорство для школы, для всех. Так обучают изобретательству. И он выбрал 20 лучших изобретений Леменсона, и он раскрыл их креативное содержание. Вот как это сделано? Как инжиниринг? Это пожалуйста. Вот он написан. Патент берите, там инжиниринг. А вот теперь смотрите, какие модели. Мы изучаем мастерскую, ментальную мастерскую художника. Мы изучаем да Винчи, мы раскрываем да Винчи, мы показываем, как он это сделал. Он так не делал, он триза не знал. Но мы оттуда объективное знание творческой модели находим, вытаскиваем, систематизируем, собираем. Вот моделировались великолепные изобретения Сименса. Братья Сименс для России сделали очень много. И как люди были, замечательные люди, я все равно сказал, ну наверное социалисты, но они как не капиталисты. Потрясающая тоже история. Вот это мастерские примеры мастерских работ. Мы можем создавать банки знаний, три знаний. И мы это делаем. Любой патент, все что угодно, мы можем его представить теперь в структурах ТРИС и положить в банк. Это будет банк креативных знаний. Если надо, разумеется, рядом положим вот это. Но ведь это отраслевой банк. А что из этого следует? Мы вот такой... Силитов работал, инженер, проектировщик, у него наш софтвер. У него возникла проблема, он сформулировал противоречие, ему идет из банка подсказка. Вот так и так, и так решалось. Отлично, решили. Все, больше ничего не надо, отлично, нормально. Но иногда эти люди, разработчики, возьмут и направят нам какие-то свои решения. Не надо ноу-хау, ничего не надо. Это секрет фирмы. Но то, с чем они работали, что они могут отдать, предыдущие какие-то решения интересные. Мы их можем посмотреть и положим в банк, что мы и делаем. Ну и, конечно, мы их можем тренироваться, сообщать им новое решение. Результат. В чем он может еще состоять? А вот, смотрите. В чем выгодно участие совместное? Яблоками мы с вами обменялись. У каждого по яблоку осталось, да? Известно. Ничего не произошло. Но если каждый принес по одной идее, то что будет вдвоем поменять? У нас уже по две идеи стало. А если у нас в базе, в банке работает сто, тысяча человек, каждый только по одной идее принесет. Вы понимаете, какой колоссальный потенциал возникает креативный? В итоге мы можем аккумулировать опыт ветеранов, учить молодых, быстро становиться примерно на их уровень, по крайней мере, в креативном осознании своей роли в компании, своих перспектив в компании и делать это. Вот что мы делаем. Далее. Вот здесь все это написано. Пожалуйста, эти тезисы я передам. Я пока не передал, потому что здесь есть компоненты, которые сегодня являются, ну что ли, нашими компонентами, только для аудитории. В аудитории, пожалуйста, я буду рассказывать. Поэтому я поставлю это другим образом. Мы уже договорились. Дальше. Можно на основе этих баз осуществлять то, что я сказал, скользящее прогнозирование развития компаний. Скользящее сравнение, какие, простите за вульгаризм, мозги у конкурентов. Мы можем наблюдать их творческий потенциал в развитии изнутри. Они нам не нужны. Мы только проанализируем их статьи, патенты, и мы скажем, чего они стоят и куда они идут. И мы их можем обойти. Потому что мы знаем, что они сюда не смогут обойти. Вот это мы тоже можем делать. В конце концов, значит, борьба идет между левым и правым. Сегодняшняя ситуация, конечно, мы можем учить, изучать ее, аккумулировать опыты. Это все правильно. Но самое главное, что мы можем, мы можем преодолевать сложность. Мы обязаны бороться со сложностями. Мы должны делать вещи внутри, понимать их проще. Я говорю о разработчиках, не о потребительской концепции просто сложно. Потребителю нужно то, что нужно. Я говорю о разработчиках, инженерии, менеджере. Он должен структурировать задачи, упростить ее, редуцировать, мы говорим. Далее. Темп. Страшная вещь. Главная вещь. Мы выигрываем темп в любом случае. Ну, три года, тридцать человек, ноль решений. Нет. Тупик. Директор говорит, что делать. Давайте с нами работать. Мы поработаем с вами. Понимаете? Две недели мы и вместе полгода. Все. Это уже патентоспособные решения. Почти везде. У меня такой же точный опыт по Германии. Ну, везде. Китай, Южная Корея, естественно. Так? Мы снимаем, по сути дела, в серьезной степени, в большой степени, в неопределенной, с очень многих вещей для прогнозирования. Потому что мы можем структурировать, и мы понимаем, это не экстраполяция. Очень важно. Упаси Бог, чтобы меня неправильно не поняли. Никакая экстраполяция вперед. Это закономерности, которые говорят, как это будет изменяться и почему. Совершенно другое. Это отсущности системы. Ну и понятно, что уменьшаются риски, потому что мы более уверены, что да, вот это надо делать, это будет нормально. И вот теперь под занавес, я имею 5 минут, я проанализировал, готовясь сюда, кое-какие материалы по Роснано. Я уже здесь... А я уже рассказал. Вот берем доклад, смотрите, 17 апреля этого года, и видим такой материал. Вот столько-то заявок подано, сколько-то отклонено, сколько-то проектов рассмотрено, все нормально. А теперь смотрите, я-то смотрю другими глазами на этот материал. И я делаю следующее. Жмем на кнопку, получим результат. И вот мое мнение. Это вообще отношение к вашей теме имеет вот эту статистику. Это вы полагаете. А теперь я отвечаю. Я в экспертизе... Отлично. Вот это очень важно, чтобы мы с вами имеем возможность поговорить. Что значит отклонена заявка? Почему она отклонена? Коротко. Это я просто спрашиваю вас. Потому что там вода. Все что? Потому что там вода. А почему там вода? Нет, нет, неправильно. Там не вода. В каждой заявке возглавят наносоставляющие. Понимаете? Там масса креативных заявок. Но они не были нанотехнологические. И все? Да. Тогда это еще одна отдельная тема для наших с вами дискуссий и государственного подхода к этому делу. Я этого вообще в принципе не понимаю. Если это полезно, если это патентоспособно, ах, не надо. Тогда простите. Ну вот объясните, в счетной палате. Да. Тогда все будет хорошо. Мое понимание было простое. Если люди поработали, подготовили патент, и конечно он должен был иметь отношение к нанотехнологии, мы говорим о РОС, нано, то тогда эта цифра здесь не нужна. Если это не нано. Зачем? Это дезинформирование. Это цифра. Но если это нано, то тогда это шокирующий процент. 90% в пустую работы. В мире это примерно 30%. Примерно. Ну никак не 90. Один в девяти. Все. В любом случае мы можем помочь и в нано версии, и в другой, любой версии, вот этот процент изменить. В любом случае. Это будет польза, потому что люди будут работать систематически, направленно на цель, на результат и на рынок, в конце концов. В любом случае. Дальше. Здесь некоторые предложения. Я проанализировал, как организовано, в том числе и дистанционное обучение. Очень здорово то, что в нано, Роснано, в частности и нано, идет вот эта картинка. Есть возможность нам понять друг друга лучше, в том числе с учетом вашего замечания. Потому что мы способны воспринимать и интерпретировать вот такие замечания, адаптировать их и быть полезными тем потребностям, которые действительно существуют в этой организации. И мы можем этот опыт распространять. Об этом я только что показал. В организации. И как это сделать? Вот таким вот примерно образом. Сегодня это вот такие проценты, вот такая динамика. Замечательно, есть рост. И мы предлагаем, кроме специализированных курсов, ввести вот такие интегрированные, межотраслевые, ТРИЗ-курсы, которые позволят бы специалистам из разных областей понимать друг друга. Быть полезными в своей сфере, в нано-материал, в оптике, в электронике. Вообще говоря, кроме общего образовательной технологии, ресурса, которую мы даем, мы еще и имеем достаточно большой опыт в разных сферах, которые вот здесь говорились. И в рентгеновской технологии, и в оптической технологии, и в лазерной технологии, и в машиностроительной. То есть много лет работаем. Вот это то, что мы предлагаем. И естественно, что мы предлагаем это на базе дистанционного обучения. А поскольку Александр Владимирович говорит, слушай, ну а как же все-таки насчет дистанционного обучения? Еще раз говорю, я уже об этом полностью сказал. Есть сайт, вот он здесь проставлен, очень коротко, Global Russian Academy of Modern Greece. Там написано, технология, показаны примеры, дается приглашение на обучение. А само по себе дистанционное обучение, я уже сказал, мы 7 лет его развиваем, продвигаем, улучшаем. И естественно, что наша пропускная способность только на сегодняшних тьютерах, ну это примерно 5-10 до 10 тысяч человек в год мы в состоянии совершенно спокойно пропустить. Поэтому приглашаю вас и благодарю за внимание. Спасибо. С вопросом. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Этот слайд я сниму. Нет, а я хочу сказать, вы знаете, можно не снимать этот слайд, я как раз хочу его расценивать, просто разные акценты можно поставить. Мне кажется, это как раз качество экспертизы, очень высокое, поэтому сняты заявки. Нет, это через формальные прибыли. Вот я про это говорю, качество экспертизы, поэтому отсеяно, все худшее. Давайте. У меня уже так сложилось, что я очень много лет работал экспертом в студии патентной стеркви. Да, хорошо знакомое для меня место. 60-е изобретение, без существующих. Мне тоже много изобретений, но я еще больше выдал этих самых патентных. И когда я потом стал свой курс читать, один из курсов «Основы проектирования», там мне понятно стало, что вообще-то учить изобретение надо бы тоже попробовать. Я прочитал Энкшурера когда-то давно, сделал такой раздел себя в этом курсе, и несколько лет вообще его практиковал. А то он понял, что вообще это неправильно. Знаете, я вот на этой основе хочу вам вопрос задать. Давайте поговорим, правильно или неправильно. Почему я решил, что это неправильно? Во-первых, та дебилизация средней школы, и сейчас лучшей, которая активно она сейчас нагревается, она ведь давно началась. И, в общем, видно было, что это заметно сказывается на уровне, в том числе, и наших студентов. А главное даже не так. А главное то, что все-таки божьего промысла не отменишь. Понимаете? Ведь нельзя человека научить быть гением в музыке, поэтому там проходят конкурсы, сначала отбирают талантливых ребят, а потом учат их своему музыкальному тризу. И вы так тоже, наверное, не подряд всех, а выберете, наверное, из этих всех людей, которых вы сейчас назвали, и там гениальные мальчики и девочки были, это были с божьими задатками, с природными людьми. И потом их тризу учат. То есть усилить их талант, а не вообще научить быть талантливыми. И с этой точки зрения, так как дистанционное образование, оно вообще тут годится или нет? Для этих, которых надо найти сначала. Спасибо за ваши вопросы. И, наверное, по сути дела выступления. Сначала по поводу дебилизации. Какая бы ни была дебилизация, так учить надо. Это первое. И эти люди, эти дети придут все равно на предприятия, они почему-то будут обучены. И тут сегодня была тоже такая спорная дискуссия, простите за тантологию. Итак, вот этот метод работает, он позволяет обучить концепции, модели, понимания, инструменты, структуре знаний и динамике этого знания. Это просто для чего? Как ничего? Для модернизации, для улучшения, для решения тех задач, где есть конфликт, однозначно. Теперь по поводу Бога. Однозначно совершенно любой более-менее опытный изобретатель скажет, того таланта от Бога. И мы отвечаем, да, безусловно, талант это природное явление. Безусловно. Но вопрос-то состоит в двух аспектах. Первый аспект. Можем ли мы вообще-то хоть чем-то быть полезным таланту? Да нет, со мной. Безусловно. Мы структурируем опять же его знания. Но есть другой аспект. А каково соотношение в обществе талантов и неталантов? Вот мое, извините, сразу отвечаю. Берем книжечку «Нетрудная трис», почти 400 страниц. И там я опубликовал впервые, вот 7 лет назад, исследование на опере и на форксваген. Талантов примерно один на предприятии. Один человек на 2-4 тысячи. Вот что такое талант. Но эти таланты приносят предприятию своей изобретательской деятельностью, кроме прорывных отдельных эффектов, экономический эффект только 20%. 80-20 работают. Вы понимаете, правило вот известно, 80-20. Массовый изобретатель, массовый рационализатор дает 80% экономической эффективности предприятия. Скажите, кого я буду учить? Конечно, буду массово учить. А почему? А потому что оттуда я еще добавлю талантов. Они поднимутся почти на уровень талантов. Вот что выгодно предприятию. А талант потом придет ко мне, он как мастер подшлифуется. У нас есть не этого стратегия. Мы знаем, что делать. У нас статистика, я это делал. Я это разработал. Понимаете? Мы работаем очень просто. Добавьте экономический эффект. Есть экономический эффект, мы работаем. Нет экономического эффекта, глупости все. Есть стратегия, есть цель, есть под нее задача. То, что у нас учили. Есть системный анализ, есть системный проектирование. Мы работаем. Нет? Вроде бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Знаете, есть такое мнение, ну старое, конечно. Я не знаю, как вы к нему относитесь. Очень прошу вас проследить, что я вас сейчас перебью. Я по дистанционному. Два слова. Дистанционное обучение – это всего лишь технология. Контент, который заложен, отработан таким образом, что у нас достаточно равноценно учатся одаренные, неодаренные. И вот мы лично вообще никого не набираем. Кто платит, тот у нас и учится. Это первое. У нас дорого. Но зато учатся. Второе. Сертификат. Мы никогда не дадим сертификат, если человек не выполнил сертификационную работу. Это просто исключено. Это западный подход. Мы дискредитируем, мы мгновенно подрываем себя. У нас еще есть технологии, как мы это делаем. Что мы сделаем. А талантов отбирает сортащий, покупатель. Мы даже не знаем, куда придет. Хотя у нас учатся инженера, фирма, там уже попроще. Мы не занимаемся этим вопросом. Пока. Но обучать талантов мы будем еще популяторами. Так, коллеги, еще вопросы? У вас презентацию прогнался софтвер для ТРИС. Как? У вас презентацию прогнался софтвер для ТРИС. Ну, он не совсем так. Софтвер для ТРИС. А, специально для разработчиков программы. Для софтверного направления? Да. Софтверное направление. И креатив для софтвера. Это абсолютно отдельная детка. Потому что в самом софтвере очень мало приемов. Я сам софтверсил, как Симонич. Там ничего такого особенного нет. Хорошее логическое мышление, очень хорошее держание структуры. Плюс инструментарий, нормальный C и все, что дальше, и все, что сегодня есть. Это все хорошо. И действительно, кто-то говорил, два года уже, если я не поработал, все тебе конец. Так вот, но это софтвер, это не машиностроение. А на самом деле, как только мы начинаем рассматривать софтвер плюс приложение, то есть среда, для которой вот этот проект делается, это же что? Это информационная машина. Она что-то делает. Для чего? Для функции, для системы. Как только мы это трогаем, неважно, это робот, это социум, это социальная сеть, тут же ТРИС работает. Мгновенно. Вот чем я? Давайте мы сейчас не пойдем в ТРИС, ребята, не пойдем. Давайте в ТРИС не будем. Конфликты сложный рядом, надо это, а не получается вот это. И тогда эти конфликты подают структурированный анализ. Давайте лекцию по ТРИСу мы не будем проводить, ладно, коллеги? Еще есть вопросы? Я понимаю, что модерн ТРИС, он концентрируется на методике подачи самого ТРИСа. Пока да. Через три года выйдет монография ТРИС как теория. Математический ТРИС. Наш спаситель юридический. Нет, у меня вопрос хватит. Вы знаете, поскольку у меня всего характера работа с того, как я сейчас, просто не схватил именно с полезным моделем изучения безобразия, именно с точки зрения формулы изобретения. И вот я то, что посмотрела у вас, если это логически отструктурировано, то там будет нормальная формула изобретения. На сегодня в ХИПСе и так далее у нас формула изобретения, которые с точки зрения логического анализа, допустим, в суде, когда надо сравнить те или иные изобретения внизниками, было нарушение прав, не было, они абсолютно не работают. Вот ТРИС в этом ключе, каким-то образом, какие-то подходы у вас есть, для того, чтобы относиться с нами. Я бы так сказал, специального методического оформления это не имеет. Мы не занимаемся этим вопросом. Но если вы откроете очень много наших таких вот практических заданий, которые студенты делают, как начинается? На стадии моделирования процесса уже изобретения? Привет, дорогой. С целью достижения вот такого технического решения применен вот такой-то креативный прием. Связочкой мы щупаем. Это основа формулы изобретения. Нет, нет, нет. Вы формулы ограничиваетесь. Особенно в последнее время. Техническим описанием. Когда начинаешь пытаться понять, с точки зрения, допустим, конфликта, есть использование изобретения, нет использования изобретения, формула соответствует, ну, я не знаю, может, в последнее время, ну, просто... Формулы тоже любят. Все есть, все есть. У нас уже литературные произведения. На Западе? Нет, нет, нет. Я занимаюсь сейчас основными патентами американскими, германскими. Они все одинаково устроены. Там точно такая же формула, точно такая же... А американские патенты там ниже уровень патентования, это другие проблемы. Это совершенно нелепые патенты. Я говорю, что мы эту связку видим. Мы ее пытаемся понять, развивать. Я плачу за все свои собственные деньги. Мне извините, это сотни тысяч. Нет, ну, мне просто интересно было бы... Пока нет. Понятно. Отвечаю, пока нет. Спасибо, коллеги. Спасибо вам. Я очень прошу извините. Александр, здесь можно одну минуту. Мне же ехать сейчас, вымывать руки. Прямо сейчас. Мы как раз уложились в шести часах. Спасибо вам. Спасибо огромное. С вами есть. И все это было. Спасибо. Коллеги, спасибо вам большое, что вы пришли. Материалы все будут... Ссылочки вам Константин пришлет. Сертификат можно получить на выходе. И еще хочу вам сразу проанонсировать. 16 или 17 декабря, пока точно не знают, нам приезжает Анна Сверски. Это представитель технеона Израильского университета. У нее тематика коммерциализации инноваций. Если кому интересно, планируйте 16-18 быть у нас. Хорошо? Спасибо вам большое еще раз. Всем до свидания. Спасибо. Следите за объявлениями. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok